Приветствую вас, Оксана. Я думаю, что человек, вы серьезный, довольный, вот, и мне кажется, что первое, от чего нужно избавляться, это вот ожидания. А у вас они, именно то, что вы ждете чего-то от сотрудницы, от шефа, не знаю, от кого-то еще, может быть, мне кажется, что это как-то не совсем реалистично, потому что я не очень понимаю, чего вы ждали. Если забранница, любовница шефа, вот, вашего, то что вы ждали, что шеф ее, не знаю, уволит, что шеф ее прогонит или что? А почему вы думаете, она такая вот ленивая и прочее, прочее, прочее? Ну, то есть, с чем это связано, что она пока с этим, с этим связано? Как раз. С этим связано, что она такая? То есть, как бы, в первую очередь, это вопрос ваших ожиданий, вот, первое, первое. Это ожидания ваши, в первую очередь. Понимаете? И уже потом, все остальное. В принципе, я бы сказал, что вы действуете в достаточно, ну, верном, направлении, я бы сказал. То есть, я бы сказал, что вы действуете верно, вы обращаетесь к руководителю, там, значит, действуете в профессиональном пуле, где к вам сложнее всего прибраться. То есть, в этом смысле вы молодец. Вот. В этом смысле вы молодец. Но, не совсем понятно ваши ожидания. На что вы рассчитываете, в первую очередь. И во вторую очередь, чего хотите. А вот. Хоть тут вы выдаёте некоторую не то тревожность, не то неуверенность, не то, может быть, какие-то у вас страхи имеют место быть. Вот. Сложно сказать. Однозначно? Сложно сказать. Однозначно. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация здесь именно такая. Может быть, вы боитесь, не знаю, что вас уволят из-за этой затроны. Может быть, что-то ещё. Знаете, то есть, это, это ведь здесь из области погадать. Как мне кажется, гадание штука неблагодарна. Мне бы этим заниматься бы не хотелось. Вот. Пока что, если прям вот в какие-то глубины не лезть, да, если прям вот не лезть в какие-то глубины вообще, вы действуете очень хорошо, за исключением вот того факта, что у вас есть ожидания. Потому что вы ждёте, что она изменится и так далее. Вот. Вот. Поэтому такой момент. Если вы горите за то, чтобы там все работали и прочее, да, ну, опять же, важно, насколько вы готовы, насколько далеко вы готовы, я ради этого зайти. Вот. Есть, конечно, приёмы, которые помогут адаптироваться этой коллеге. Но это уже нужно непосредственно разговаривать. разговаривать, ну, вот, непосредственно разговаривать с вами. Как мне кажется и видится. Вот. Чтобы данную проблематику решать. Вот. вот как-то так. То есть вы можете описать сами, что конкретно вас беспокоит и чего конкретно вы хотите. Вот. Потому что вы в первую очередь профессионалы. Вы в первую очередь субъекты рабочей деятельности и действовать нужно в этом ключе, в этом контексте. А личные отношения идут вторым планом уже. Вот. И если вы видите, что из-за человека что-то идёт плохо, вот с этим прямо и идите к шефу. Вот. Вместо этого вы, там, пытаетесь сами что-то делать. Вместо этого вы под неё подстраиваете какой-то рабочий регламент, она тем самым как бы получает внимание к себе и в итоге идёт к шефу и ещё больше получает себе внимание. То есть это как бы, ну, нерабочая схема в том смысле, что подкрепляет только такую, такую, я бы сказал, ну, деструктивную, да, наверное, позицию человек. То есть вот я буду вести себя так, а мне будет больше и больше внимания. Потому что, ну, в общем, фактически, я так понял, из-за неё изменили правила. Вот. Понимаете? То есть она уже на особым месте. А ответственности получается никакой. Ну, у неё, я имею в виду. Вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вы себя просто сейчас, ну, дискредитируете ещё больше. Вот. Я бы так, наверное, бы сказал. Вот. И ожидания, Оксана, повторюсь, вот ожидания. С ожиданиями очень важно работать, чтобы они были адекватны. Вот. Вот. И, повторюсь, мне кажется, что здесь как-то вот ваше личное отношение к сотруднице или к ситуации в целом, или, может быть, к шефу, или, может быть, к работе замешанном. Вот. Вот такой момент. То есть, понимаете, ну, любовницы начальников, да, они правила работу не потому, что они работают, да, вот. Потому, что у них немножко другая функция. Вот. Это звучит, может быть, цинично, может быть, очень неприятно, но, как бы, реально, что она вот такова, на мой взгляд. Вы можете её изменить, но важно, чтобы у вас не было иллюзий, не было ожиданий, в первую очередь. Вот. Мне просто показалось, что вы с ней как будто бы боретесь с любовницей шефа. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. – С魔ан 새 вверх. – Привет. Продолжение следует...